В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях не совсем обычная гостья. Это Евгения Кастерина, гостья из Китая. Магистр китайской живописи, специалист в области художественного образования ЮНЕСКО и куратор международных арт-проектов. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Наверное, самый главный вопрос, который интересует и меня, и наших зрителей. Расскажите, как вы попали в Китай? Это, с одной стороны, очень простая история, а с другой стороны, сложная, потому что очень долго решалась на это и планировала, как все будет организовано, и как будет продвигаться учеба, и как все это начинать. То есть вы на учебу туда поехали? Да, да, потому что китайский язык я не знала совсем. И китайский язык освоила только в Китае. Ничего себе, это прям отчаянно как-то. Вот, но было очень интересно, потому что я до сих пор вспоминаю первый год своего обучения в университете. Это было захватывающе, потому что у нас в группе были ребята из семи стран, практически вот из Азии, из Кореи, из Южной Америки, из Америки, из Канады. А язык коммуникации английский был, я так понимаю. Ну да, да. То есть все по-разному говорили на английском, и поэтому, когда мы стали учить китайский язык, то преподаватель сразу же с нами стал говорить на китайском. Вот как она вошла и говорит, здравствуйте. И говорит сразу, нихау. И пишет на доске. Иероглифы. Да. И сразу транскрипцию. И мы в словаре, тогда еще были бумажные словари, и мы начинаем искать. И вот все иероглифы, конечно же, вот выписывались, переводились очень досконально. И первый год, конечно, был сложный, потому что приходилось все время уделять этому. Не было такого, что ты с утра учишься, после обеда ты занимаешься какими-то другими делами. А расскажите, это был полноценный какой-то университетский курс, или это дополнительное уже образование, это в рамках гранты, или вы сами выбрали Китай? Поначалу это было без грантов. Университет принимал студентов на платной основе, и прямо на базе университета были организованы курсы для иностранцев. Сейчас, если кто-то хочет, например, поехать, это сделать достаточно легко, потому что существуют гранты. И в грант входит год обучения на китайском языке, а потом ты поступаешь либо на бакалавриат, если ты после школы, либо на магистратуру, если ты после уже полного образования. Направление вашего обучения это искусство, да, было? Да. Сначала это был просто китайский язык, потому что я подумала, что надо освоить китайский, а потом уже думать о чем-то другом, потому что приходилось разговаривать, что, с одной стороны, было сложно, а с другой стороны, я поняла, что это замечательная среда, где ты прекрасно сразу же осваиваешь те навыки языковые, которые ты услышал вот тот же на уроке. Тот же на уроке ты услышал, спустился вниз, поговорил с одногруппниками, вот опять же это все, куда ты идешь, откуда ты, да, сколько тебе лет. Вот эти все вопросы, они моментально запоминались. И когда ты уже идешь в магазин или домой, ты уже используешь там вот эти вот все простые вопросы, сколько это стоит, да, это что, и таким образом ты уже в жизни начинаешь знакомиться с китайским языком и общаться с населением. Ну, вы так, Евгения, говорите, как будто это все очень просто, но вот мне кажется, со стороны человека, не посвященного в китайский язык, китайскую культуру, что китайская речь, особенно письменный китайский язык, это невероятно сложно, потому что латинский и русский алфавит, они, ну, более или менее схожи. Многие буквы пересекаются, там, в русском 33 буквы, в английском 24 вроде бы буквы, плюс-минус, это небольшое количество, примерно похожая артикуляция, все равно китайский, мне кажется, там какой-то миллион иероглифов, и каждый завиток, направление, линия просто меняет кардинально смысл. Как вот, а вы говорите, что вот как-то это так все легко и просто? Ну, потому что это, конечно, был процесс, и я поняла, что учеба, это самое важное, это процесс, то есть даже не результат, результат, он такой очень постепенный, а процесс очень именно важен, и ты начинаешь вот с АЗО, то есть я как будто вот оказалась снова в первом классе, и мне дали еще одну возможность учиться и пополнить свои знания, обогатить их, но вот было такое, стремление было. Если продолжать тему китайских иероглифов, мне кажется, что это, опять-таки я могу заблуждаться, и возможно, это стереотип, но мне кажется, что это какая-то неотъемлемая часть китайской живописи, потому что, по крайней мере, в русских магазинах, все, что касается китайской культуры, можно купить красиво расположенные иероглифы, украсть ими стены в доме, люди в России любят китайские иероглифы на себе рисовать в качестве татуировок, так ли это, так ли, действительно ли китайские буквы, это вот часть художественной культуры китайской. Ну да, это действительно так, потому что изначально на живописи она была очень тесно связана с каллиграфией, даже существует такое высказывание, когда поэт не мог сказать словами, он рисовал. И вот эта связь каллиграфии и живописи, даже на вот таком философском уровне, она, конечно, существует, существует до сих пор. И если мы говорим о технических каких-то навыках, потому что после изучения китайского языка, как раз открылись гранты вот в этом университете, а это университет, северо-западный университет, педагогический, который находится в городе Ланчжоу, провинция Гансу, там, как раз, открылись вакансии на гранты. И я подумала, ну почему мне не продолжить свое профессиональное обучение и не пойти на китайскую живопись. Здорово. Вот, и таким, таким вот, ну, на самом деле это случайность была. То есть я не ожидала, что откроются еще какие-то такие предложения. Я все время думала, что вот это художественно-графический факультет, такое место, куда мне хотелось бы попасть. Я ходила, смотрела выставки, а потом я оказалась уже учащейся. А в конце обучения мне даже сделали персональную выставку. Это было замечательно, потому что это был такой очень важный шаг в моей персональной карьере, когда, ну, действительно, выставка делает художника художником. Что было представлено на этой выставке? Какие ваши работы? На этой выставке были представлены, конечно, то, что я любила, это пейзажи. То есть я художник-пейзажист, очень люблю писать именно пейзажи. Это я поняла, когда еще училась в Москве. И там были представлены пейзажи России. Я многие работы, которые рисовала до этого, и в течение обучения я выставляла. Это были и русские пейзажи, это были пейзажи города Саров, потому что я подумала, что если я из Сарова, там должны присутствовать пейзажи моего родного города, поэтому я рисовала и башню, и храм, и какие-то улицы нашего города. Но помимо этого, там были представлены, конечно же, те работы, которые касались китайской живописи. Работы тушью, это были тоже работы, выполненные в жанре горы-воды. Немножко отличаются от пейзажа, но, в общем, можем говорить, что это образы природы, выполненные в китайской технике. Это была и каллиграфия, потому что мой научный руководитель и преподаватели, у которых я проходила обучение, они во всем поддерживали меня и говорили, что ты должна обязательно и каллиграфию тоже выставить. И здесь мне пришлось, конечно, попотеть, потому что, чтобы что-то выставить пока в каллиграфии, нужно много тренироваться. И тогда, перед открытием выставки, я в течение трех-четырех месяцев ежедневно я писала. Если говорить о китайской живописи, каковы ее особенности? В чем отличие от классической русской живописи? Когда я уже третий год обучалась, у нас был преподаватель, который нам преподавал такую классическую живопись-фреск, которые хранятся в пещерах, но он сам работает в такой современной технике, он такой художник, концептуальный художник очень. И я сначала не поняла ни его, ни его преподавания, потому что он ничего не показывал. И он только говорил. А мне было очень сложно. Мне нужно было что-то мне показали, чтобы мне посмотрели, чтобы преподаватель подошел по правилам. А он говорил, что вы должны сами рисовать. И я не ходила на его занятия. И я думаю, ну, я нарисую что-то дома, ничего страшного. Я потренируюсь, тренироваться я могу и дома. Зачем мне куда-то ходить в общежитии? А в конце, когда нужно выставлять оценки, ему не понравилось, что я не ходила. И он меня вызвал к себе. И это была, конечно, незабываемая встреча, потому что он оказался очень добрым, очень интеллектуальным и очень заинтересованным человеком. И тогда он сказал, что, ну, вот ты смотришь на китайскую живопись, наверное, тебе все одинаковое. Я говорю, вы знаете, да. Вот все одинаково, ничего не понимаю, никаких художников, ничего не могу запомнить. Ну, да, действительно, это так. То есть он был со мной согласен и сказал, что нужно обязательно развивать ее. И ты, как иностранный художник, иностранный студент, должна обязательно внести туда свою лепту. Как здорово. И те материалы, которые мы рисуем, да, это только материалы. И сейчас такое время, когда очень быстро, динамично люди общаются, очень быстро мы можем связаться с кем-то, да. Ну, надо в искусстве так же поступать. Вот мы берем телефон, да, и звоним в другую страну. Это же очень быстрая связь, не как в древности, да. Но мы тоже можем взять, например, акварель или тушь, или гуашь, или масло, и сделать то, что ты хочешь. То есть он подошел к этому очень современно. Я подумала, да, действительно. И он мне сказал, что тебе нужно обучиться использовать эти материалы. То есть использовать тушь, ее особенность, использовать китайскую бумагу, ее особенность. Кисть, какая она, да. И вот эти вот изучения материалов, это, наверное, лежит в основе. В основе всего. И когда я это поняла, я подумала, да, действительно, вот у художника есть идея. И он думает, ага, это идея, как ее отобразить, как ее выразить, какие мне материалы нужны. И чем больше мы умеем, тем легче нам отобразить эту идею. Я беру сухие материалы, там, пастель или сепию. Или я беру масло, потому что я вижу эту картину, когда она написана очень таким плотным, да. Или наоборот, очень прорисована, да. Или я беру тушь. Мне хочется вот передать вот эту вот дымку, воздушность, вот эти вот тона, да, туши. Именно вот прозрачность, да. Я могу взять и какие-то цвета, да, и цветом тоже передать. То есть вот эта, конечно, концепция мне была очень интересной. И мне кажется, когда мы говорим об особенностях, мы должны говорить прежде всего об особенностях материалов. Вот. Конечно, в жанрах есть тоже свои особенности. Например? Я проводила даже такую лекцию и сравнивала европейские жанры и китайские жанры. И проводила параллели. И делала такой диалог. Потому что в китайской культуре есть предмет, когда они сравнивают западное искусство и китайское искусство. Это тоже было для меня ново. Ну, если мы, например, берем портрет. Портрет мы изображаем конкретного человека. Мы изображаем его характер, его черты, его настроение, да, его какой-то темперамент. Тут можно сразу вспомнить портреты Репина, Серова, наших известных художников. А когда китайский художник, он пишет образ. Неконкретного человека. Неконкретного человека. Он пишет конкретного человека, но в каком-то образе. И вот этот жанр, жанр человека, когда они изображают жуму, да, изображение человека, он даже называется портрет. Изображение как бы человека. И они берут образ, образ мыслителя. И художник может выразить себя в образе мыслителя, в образе странника или в образе волна. Но черты же человека прослеживаются, по-моему? Вот если мы говорим о классическом варианте, там как раз нет вот этих вот черт. Там они очень обобщенно. Просто вот линий. Вот мы можем вспомнить рисунки Пикассо, когда он линии рисовал, да, или Матисса, да. Вот эта линия, вот в китайской живописи, это тоже линия. И там просто вот образ, свечка у него, да, и возникает вот такое, какое-то философское такое вот восприятие вот этого человека. Конечно, у них есть и сюжетные, когда несколько людей, там, или, например, там, ученик с учителем гуляют по лесу, по парку, да. Но это уже, ну, как бы отдаленно от портрета. Там тоже есть вот этот вот дух, да, но черты непосредственно человека, да, индивидуальные, они не так важны. Интересно. Это если мы говорим о классическом. Но сейчас уже художники сочетают, соединяют. И яркий пример тому художник Сюбейхун. Это художник, который стал директором Академии художеств в Пекине. Первый директор. Он ездил в Париж, он учился в Париже. И когда вернулся, у него были работы, которые он объединял. Объединял западные жанры с китайскими, жанрами с китайской техникой туши. Очень интересные результаты. То есть у него получалось, что лицо реалистично. А одежда, фон, это все было в таком жанре китайского пейзажа. Когда это все размыто, линии, недорисовано. И получалось такое новое какое-то, новое представление, новое соединение, диалог. Евгения, вы принесли брошюры, книги, что это? Расскажите, пожалуйста. Я в Китае делала две персональных выставки. Одна выставка прошла, когда я закончила обучение. А вторая выставка прошла год назад. Я организовала в галерее и представила работы, которые рисовала в течение 10 лет. Ну вот, было выпущено два таких небольших альбома. Эта выставка называется «Обретение». Это слово очень хорошо отразило именно суть. Потому что провинция Гансу – это чай шелкового пути. И город Ланчжо – это административный центр. И проживая, изучая историю, путешествуя, я открывала для себя очень много всего нового. И поняла, что это место очень важно. И живя в этом месте, мне, конечно, хотелось бы, наверное, как-то к этому быть причастной. Я решила рисовать, отображать пейзажи, интересные места, размышлять на эту тему. И возникла серия работ. Первая серия работ, конечно, была связана с изображением пейзажа, где я изображала пейзаж, но пытаясь тоже соединить. Как, например, мы, когда смотрим на картину в жанре горы-воды, мы видим людей маленькими, а пейзаж большой. Потому что для китайского художника это такой космос, атмосфера, окружение. Я тоже соединяла, когда делала своих людей, персонажей очень маленькими, и пейзаж, это горы, это были большие. И тоже использовала, как, например, этот волнообразный подход. Тоже делала, ну, в какой-то степени перспективу поднимала. Потому что китайская перспектива, она немножко не такая, как мы привыкли к реалистичному исполнению работы. Это были горы. Потому что китайский пейзаж в провинции Гонсу очень разнообразный. Там есть пустыня, там есть и горы, там есть леса, там есть снежные вершины. И это, конечно, меня очень вдохновляло и впечатляло. И были такие даже немножко философские работы, когда я размышляла о каких-то жизненных каких-то моментах. Потом была тема, которая касалась пещерных храмов. Потому что в провинции Гонсу их очень много. И вот этот храм в городе Теньшуэй, который называется Майдишан, это гора, где были сделаны пещеры и вырезаны Будды. Это потрясающе красиво. Это не только удивительно, потому что гора достаточно высокая, чтобы на нее взобраться, нужно подняться по лесенкам. Но это еще очень-очень красиво. И это, конечно, на меня произвело большое впечатление. Я сделала вот такую большую работу, которая... Это тема, которая потом отошла отголоски, что на самом деле пещерные храмы есть не только в буддистской культуре, в китайской, в индийской, но и у нас. И мы с подругой ездили на пленэр, в Воронеж. И там мы обнаружили тоже меловые пещерные храмы. И это было уникально, потому что это тоже были пещеры, и там тоже была вот такая же атмосфера, уединение. И я поняла, что пещерных храмов много. И мы знаем яркий пример в Турции, Каппадокия. И вообще христианство это тоже пошло от пещеры. И вообще пещеры это такое вот место уединения, которое также связано и с жизнью Христа. И вот эта тема, она получилась такая очень диалоговая тема. То есть получился такой диалог. Она вдруг соединила разные культуры. Это было очень интересно. И это как бы одно такое направление. Другое направление, когда я пробовала рисовать одно и то же сюжет в разных техниках, тоже возникало разное впечатление. Я люблю работать в разных. То есть у меня вот есть и тушь, и графические работы. Это тоже графические работы. И живописные работы. Когда я уже стала, ну вдруг заметила, что вот в пещерах ездила очень много, что буддистские скульптуры, они тоже очень интересные. И возникает тоже тема такого какого-то диалога. Ты смотришь на них, они смотрят на тебя. И они между собой общаются. Возникают какие-то разные такие чувства. И у меня возникла эта серия, которая называется «Диалог с вечностью». И вот они вот у меня вот такие все сидят, синие, смотрят на зрителя и задумчиво думают... О вечности. О вечности, да. Евгения, еще очень хотела бы с вами поговорить о вашем совместном проекте с Пушкинкой. Получается, это уже какой-то международный проект. «Китай плюс Россия плюс Саров». Что это за проект? Вы с детьми, он на детей направлен? Да, да. Он направлен именно на детей, на диалог. Этот проект называется «Живая палитра сердец». Она проходит уже третий раз. Библиотека имени Пушкина города Сарова в этом году предоставила помещение. И мы тоже вывесили работу китайских ребят как раз из города Ланчжоу. Я думаю, что география будет расширяться. Но пока это провинция Гонсу и Москва. В этом году еще город Торжок, Саров. Саров, кстати, участвует уже третий раз. Просто разные дети участвовали в этом проекте. В этом году из города Сарова участвуют три организации. Это библиотека детская, которая предоставила нам помещение и проводила очень много увлекательных занятий. Вторая организация – это детский спортивный клуб Сергея Александровича Кузнецова. Они участвуют в этом мероприятии уже второй год. И третья организация – это студия керамики «Петрокрафт», где участвуют как дети, так и взрослые. Я проводила там тоже занятия по китайской живописи. И взрослые очень живо откликнулись и тоже дали свои работы на выставку. Участие в выставке – это такое пожелание. Также у нас есть участие в буклете. Мы выпускаем как итог нашего проекта красочный буклет на двух языках, где я собираю вместе с дизайнером… Это детские все работы здесь. Да, но тут есть и детские работы, здесь и работы художников, где я собираю всю информацию о нашем проекте, это и новости. Вот у нас это буклет непосредственно нашей первой выставки. Она называлась «Радость, дружба, мечта», где дети арестовали и рассказывали о своей родине, о своем городе. Мы проводили тогда это в городе Детовск, там в детской библиотеке, на базе детской библиотеки. Мы проводили также мастер-класс по каллиграфии, и выставка длилась несколько месяцев. Тоже было… Им были разработаны ряд занятий с детьми. Также я собираю новости, которые выходили и в Китае. И здесь есть фотографии именно непосредственной экспозиции в Китае. Мы с детьми делали детский спектакль, костюмы, которые они тоже сами придумывали из бумаги. Мы экранизировали у «Лукоморья дуб зеленый», детские сказки. И также здесь присутствует работа художников, преподавателей, которые участвуют, и работа детей. Это потрясающая память, потому что дети вырастают, а работы теряются. А когда они открывают буклет, и видят, что вот это я, а здесь вот китайский мальчик или китайская девочка, и им столько лет, они вот так нарисовали, а я, когда нарисовала, мне было столько лет, да? И возникает вот такая вот, как альбом таких воспоминаний, потому что все занятия оставляют прекрасную память об этом. Тут также включены и отзывы, отзывы преподавателей, профессоров, которые принимали участие в открытиях нашей выставки. Вот поэтому вот такой вот у нас получается альбом. А выставка где будет проходить? А выставка сейчас проходила в библиотеке. Также она до этого проходила в Дедовске. Проходила еще в библиотеке Ясенева в Москве на юге. А наши работы в Китае тоже представили? Да, да. И сейчас я уже в летом выставила работы в галерее и в школе художественной. И в сентябре все работы объединятся, и будет выставка уже в полном масштабе в галерее современного искусства А9. Они нам выделяют достаточно хороший зал на первом этаже, где также будет она длиться около месяца, где будут проходить интересные мастер-классы, и люди будут смотреть, и даже что-то, может быть, приобретать. Вот, потому что у нас обычно к этой выставке идет какая-то еще небольшая такая рекламная продукция. Вот. Проект очень интересный, и я приглашаю участвовать, и я очень рада, если кто-то откликнется, кому-то будет интересно принять участие и помощь в общей организации каких-то выставок и других мастер-классов. Евгения, спасибо большое. Очень интересно рассказывать. Я бы часто с вами говорила еще. У меня вопросов много, но, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Это действительно было познавательно. Ну, а с вами мы увидимся на канале 16. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok